Здарова, бандиты! С вами Ваня Ройалти. И мы продолжаем с вами рубрику ответов на ваши вопросы, комментарии, фидбэки и прочее, прочее. Так вот, сегодня мы будем разбирать следующие комментарии. Очень много таких запросов и в личку приходило. Ну, все, парни, я заметил, базара нет, сейчас все отвечу. Итак, Ваня, сделай видео про советы парням 17-20 лет. Сейчас сделаем, базара нет. Нет, присаживайтесь поудобнее, заваривайте там протеиновые коктейльчики, мы начинаем. И перед тем, как я начну давать вам советы, парни, я хочу вас сердечно поздравить с тем, что вы подписаны на мой канал. А это уже охрененный буст на таком раннем промежутке времени, на таком раннем этапе времени, 17-20 лет, у вас еще вся жизнь впереди. Я без всяких выебонов сейчас скажу, ребят, что я бы, вот когда мне было 17-20 лет, очень многое бы отдал за то, чтобы у меня был такой канал, как вот, вот мой канал бы у меня был тогда, чтобы я бы мог зайти в интернет, зайти на ютуб и вот начать смотреть такие видосы. Я бы многое бы за это отдал. То есть у нас тогда, вот у меня, у моего поколения, у моих ровесников такой возможности не было, парни. То есть, ну тогда вообще про это еще никто не говорил вот так вот, не было столько информации. Да и интернет тогда, тогда еще даже стена ВКонтакте была, камон, ребята. Кому 17-20 лет, вы знаете, что такое стена? Вы слышали про мем «Дуров, верни стену», ребята? Слышали вы про такой мем или нет? Напишите в комментариях, короче, интересно будет почитать, вот, насколько у нас с вами generation gap вот этот вот большой. Будем измерять generation gap в этих самых, в мемах, короче, вот. Ладно, ну кроме шуток, ребят, с чего хочется начать по поводу советов молодым парням 17-20 лет. Смотрите, первый и самый главный совет, который бы я дал парням молодым, это выделять главное и отсеивать все ненужное. Что я имею в виду? Смотрите, ребят, я прекрасно понимаю, вам сейчас 17-20 лет, вы сейчас молодые, хотите гулять, веселиться, тусить. У вас там все, гормоны бьют, все в голову там, вы там. Короче, вы хотите веселиться, вы хотите веселиться, и я вас прекрасно понимаю, я сам таким был, я тоже хотел веселиться, и веселился, и что я только не делал. Вот, но, ребят, важно понимать, что всю жизнь, всю жизнь веселиться не получится, когда-то придется остановиться. И чем быстрее вы это поймете, тем быстрее в вашей жизни, в вашу жизнь придут какие-то позитивные изменения. То есть, опять же, ребята, которые живут тусовками, весельем, гулянками, ну, я знаю таких чуваков, которые там в 30, 35, 40 лет этим живут, да, ну, опять же, ребят, это, ну, это очень ограниченный лайфстайл, если честно. То есть, привычки успешных людей, они не в тусовках, не в гулянках, не в каких-то там пьяных угарах заключаются. Привычки успешных людей – это занятия спортом, чтение книг. Вот, две ключевые вообще привычки здоровых людей. Вместо того, чтобы пойти там в пятницу вечером куда-то там наебениться, да, в ебеня, ну, знаете, я кайфую, я там в пятницу вечером там пойти в зал, поплавать в бассейне, в сауне посидеть, да, потом там вечером почитать какую-нибудь книжку. Ну, блин, ребят, это классно. Нет, я не говорю к тому, что я сам там не хожу, не тусуюсь. Да, бывает, я там, я за социализацию. Но не за такую, что каждая пятница – это наебениться в говно до беспамятства. Нет, ребят, это не то, что вам нужно, это не то, что вас сделает какими-то крутыми и как-то прокачает. То есть не надо смотреть, вот смотрите, второй совет, но он как бы будет в кассу в первый, то есть максимальная концентрация на себе. Что это значит? Не надо смотреть на ваших сверстников, которые гуляют, бухают, веселятся, у которых может быть там много девочек и все такое. Ребят, это все, это все приходящее, уходящее. То есть, да, сейчас они вот такие бэтбои, такие, как говорится, высокопримативные и все такое, но зачастую вот такие ребята, которые там в школе, на первом курсе универа были вот такими вот супер бэтбоями, там всех нахуй слали, все там тусили, бухали, как ни о чем не думали. Они потом, они очень плохо заканчивают парни. То есть я видел, да, даже учился с такими ребятами, я вроде уже в каком-то видосе говорил, что нас поступало на первый курс 33 человека в группе было, закончилось 7. Ну, представляете, какой отсеем, да? И вот всех, кого отсеяли, это вот были вот эти вот ребята, которые там тусили, там бухали, гуляли, все остальное. Не подумайте, я тоже тусил, ребята, у меня тоже это было, но, как я вам скажу, типа, я выделял главное и отсеивал все ненужное. Концентрация была на правильных вещах, да, про отдых тоже не надо забывать, но отдых это сначала дело, потом отдых, ребят, только так, в такой последовательности. Никогда не наоборот. Формируйте в себе правильные привычки, концентрируйтесь на себе, не смотрите вы на других. Вот, смотрите, чтобы вы понимали, о чем я. У меня была первая практика на Волгобалте 239, такие старые, короче, советские постройки, река-море, пароходы. Вот, мы ходили из Вытигры, возили лес в этот, в Карлсхаммон, в Швецию, короче, да, мы возили, через Санкт-Петербург заходили, да, то есть, мне в этом плане повезло, то есть, у меня, грубо говоря, каждые там две недели был заход в Питер, то есть, мы по ними ходили, вот. Мне тогда было, сколько, 18 лет, это моя первая практика, 18 лет мне было, да, и у нас практики были летом, ну, то есть, мы весь год учились, и потом все лето у нас практика, то есть, лета как такого у меня не было. Я ебашил, блядь, на пароходе, на этом старом, блядь, корыте, вот, и за какие-то там, ну, не очень большие деньги, вообще небольшие, ну, для студента, конечно, это было что-то, что-то прикольное, да, что-то даже, может, там, мороженое было купить, какие-то ништячки, да, там, что-то такое, там, кроссовки какие-то, New Balance можно было модные купить по тем временам, да, прикольно. Вот, но это все было летом, происходило, парни, и знаете, как мне было обидно, вот реально, как меня прям штырило, когда мы проходили в разводку, там, лето, там, жара, эти июльские ночи, охуевший Питер, красотища просто, девочки в коротких юках на набережи, там, гуляют, фоткаются, да, и ты смотришь, ты, вот я тогда рулевым был, матросом, да, я стоял, да, там, я... Прорыл мост, да, рулю вперед, да, ну, и смотрю, там, как там все фоткаются, туда-сюда, и меня так, это, я понимал, что я вот на этой, сука, железяке, короче, да, я тут ебашу, сука, за копейки, молодой пацан, 18-летний, а там, короче, блин, ну, девочки такие симпатичные, классные, там, все фоткаются, смотрю, там, молодые парни гуляют, тусят, бля, знаете, как мне обидно было, парни, знаете, как я тоже хотел, типа, блин, какого хуя, какого хуя, я тоже тусить хочу, ребята, вот. Ну, вот, было такое, да, но я понимал, что, как бы, это практика, потом будет еще одна практика, это опыт, я нарабатываю себе опыт, я потом на этот опыт, у меня будет плавценз, я сделаю там себе документы, я там потом пойду в море на высшие должности работать, я буду хорошую зарплату получать, и вот это, вот это, вот это вот все. И, ребят, да, вы не подумайте, я вот про тех вот ребят, которые, у нас 7 человек закончило, и там было 33 человека поступало. Так вот, большинство из тех ребят, которые не закончили, они на эти практики никогда в жизни не ходили, они как раз были вот в числе тех, кто тусил, бухал, веселился и все такое. Ну, и потом, да, они сейчас там, кто работает, кто там за тридцатку, кто за сорокет где-то, консультантом там, курьером, кто-то еще, короче. Ну, ребят, такое себе, то есть, вот это, это цена тусовок. То есть, грубо говоря, сначала мне было обидно, когда вот они там тусили, грубо говоря, на набережной, а я на этом, блядь, в Волгобалте сидел там, типа, блядь, потел нахуй, как бы в пролет мосту попасть, пароход провести не въебать, короче, вот. Ну, а потом они мне завидовали, то есть, типа, о, нифига себе, а ты уже на большом пароходе работаешь, о, а ты уже там в должности, а ты уже там деньги зарабатываешь. Это я вам как пример говорю того, что, да, чтобы потом вам было полегче, сначала нужно как следует в себя вложиться. Не важно, чем бы вы там ни занимались, я вам просто на своем примере говорю, парни, никогда не смотрите на других, смотрите на себя, занимайтесь спортом, не надо бухать, не надо курить. Тем более, там, наркоту какую-то, запомните, парни, наркота для пидоров, вот серьезно, наркота для пидоров. Если ты там что-то там, даже какие-то лайтовые какие-то, знаешь, вот это типа модно, вот, среди всяких рэперов, это все романтизируется, типа, там, покурить всякого говна, там, вот это вот все. Это типа модно, да, типа, о, я такой модный, я такой бэдбой сидел, это не модно, ребята. От наркотиков не стоит хуй. Ну, то есть, смотри, ты на канале про соблазнение. Что самое главное, главная составляющая того, чтобы у тебя был секс с девочкой? Чтобы у тебя эрекция была хорошая, чтобы у тебя стоял, чтобы стоял вот так вот, сука. Так, а если ты будешь свое здоровье дрочить вот этим там куревом, сигаретами, блин, алкоголем, наркотой, то у тебя и стоять не будет. То зачем ты тогда вообще мой контент смотришь? То есть, если ты гнобишь свое здоровье, то тебе противопоказано смотреть мой канал. Потому что мой канал, он для здоровых парней, которые следят за своим здоровьем. То есть, которые не курят, не пьют. А если пьют, то очень умеренно, очень дозировано. Парни, я, ладно, я признаюсь, очень дозировано. Иногда я могу выпить. Иногда. Но это хуево, я вас к этому не призываю. И тем более, по поводу наркоты, запомните, наркота для пидоров. Вот если ты пробуешь наркотики, то у меня для тебя плохие новости. Ты пидор, чувак. Ну, без обид, но это так, короче. Вот. Поэтому, если хочешь стать натуралом, завязывай с этим. Завязывай, все, нахрен. У нас тут канал для натуралов. Ну и, пожалуй, последний и один из самых главных советов, которые я дам, это не бегай за пиздой. Не надо бегать за пиздой. Господи, я на этом столько себе шишек набил. И не только я, куча моих сверстников. И, ох, ребят, может быть, когда-нибудь я сниму видео, которое назову, типа, «История алинизма Вани Ройлте». Господи, какую хуйню я раньше исполнял. Вы бы знали, чуваки. Что я только не делал. Вот. Ну, побольше подписчиков наберем, я сниму такой, запишу, короче, такой ролик. Вот, там есть что рассказать, на самом деле. Будет весело. Вот. Так вот, суть в том, что не надо бегать за пиздой, ребята. То есть, концентрация, как я уже повторюсь, на себе максимальная. То есть, на развитии себя, на инвестициях в себя. То есть, вы прокачиваете себя во всех сферах жизни. В первую очередь, вы наполняете свою жизнь смыслом. То есть, вы пытаетесь сделать что-то со своей жизнью. И ни в коем случае, никогда нельзя ставить женщину в центр своей жизни. Делать женщину смыслом своей жизни. Это всегда максимально проигрышная стратегия. Из всех проигрышных стратегий, вот эта стратегия, где поставить женщину в центр своей жизни, это самая проигрышная стратегия партнер. В центре вашей жизни должны быть вы. И только потом женщины. Я уже снимал ролик, сделал ее третьим приоритетом. На первом месте вы, на втором месте это ваше хобби, увлечение, работа, семья, близкие. И только на третьем месте женщины, ребята. Только так. Вот. Поэтому инвестиции в себя, прокачка себя, зарабатывайте. Старайтесь, знаете, что сделать? Максимально быстрее стать автономными и независимыми. То есть съехать от родителей. Чтобы на вас никто, как можно меньше было импакта какого-то со стороны. То есть вот если мы говорим про парня, там 17-20 лет, которые, скорее всего, живут с родителями, то на него колоссальное воздействие вообще со всех сторон. То есть там со школы, с универа, от родителей еще, да. И, грубо говоря, он сам-то толком не может решить, что он хочет. Когда вы съедете от родителей, когда вы станете автономными, вы... Вы сами, вы быстрее поймете, к чему у вас вообще душа лежит, чего вы хотите от этой жизни. Чем вы вообще хотите заниматься. Вот. Ну, если вы... Я надеюсь, что вы нормальный парень. Ну, так как вы смотрите мой канал, то у вас все в порядке, ребята. И вы нормальный парень. Поэтому я уверен, что вы к этому придете. Вот. Конечно, есть такие ребята, которые, да, съезжают от родителей, которым там родители, это самое, прям в 17-16 лет покупают хату, покупают мерседесы, отмазывают от армии, и потом удивляются, почему у меня такая корзиночка выросла. Ну, блядь, потому что... Как бы так сказать, чтобы никого не обидеть. Вот. Поэтому, парни, давайте подытожим. Выделяйте главное, отсеивайте все ненужное. Максимальная концентрация на себе. Формируйте правильные здоровые привычки. И не бегайте за пиздой. Вот какие советы дает Ваня Ройалти 17-летним, 20-летним парням. Я надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы что-то полезное для себя подчеркнули. Не забудьте чекнуть описание и подписаться на канал, парни. А мы с вами не прощаемся и регулярно видимся на ютубе. Ну и до встречи, космические ковбои!